Бывшая монахиня Валентина Муренкова снова с нами. Мы очень счастливы и рады. Наши зрители, зрители видеоканала Оригинал ТВ ждут интервью с тобой, Валя. И уже напоминают мне, что пора-пора, где же Валя? Вот и Валя. Я сегодня предлагаю обсудить. Я знаю, что ты в курсе того, что происходит сейчас в церкви. Но это даже и трудно не заметить, потому что попы настолько социально-политически активны. Они просто везде уже. И их глупости все слышат. Поэтому вот давай, я думаю, что тебе есть что сказать на эту тему за 17 лет жизни. В монастыре ты там, наверное, такого наслушалась, да? Такой ерунды, глупости, идиотизма, что тебе не привыкать. Конечно, у тебя уже выработался иммунитет наверняка, да? К этому, ко всему. Ты смотришь с юмором на это, на все. Ну, что тебя вот, скажем так, позабавило? Ну, я хочу со всеми поздороваться. Я тоже очень рада нашей новой встрече. Вот. И что касается этой темы, ну, конечно, всех, тут всех, ну, кого возмутило, но меня так просто развеселило высказывание про Терея Дмитрия Смирнового насчет того, что все женщины, которые живут вне венчанного брака, бесплатные проститутки, а все мужчины, в общем, короче, он умудрился как-то всех это, так это, возбудить на эту тему. Ну, я просто веселюсь, потому что в кои-то веки человек сказал правду. Вот. Он, ну, действительно так думает. Это раз. Во-вторых, в этой организации, ну, вот этот постулат, он, как бы, прописан внутри системы. Ну, то есть, как, лучшие из представителей организации это тщательно скрывают, а худшие всячески подчеркивают. Вот. Назовем это так. Ну, дело в том, что там проституция, и, ну, не то что проституция, но у вас блудом, блудом. Считается вообще все. Абсолютно. Любое поведение вне, я уже несколько раз повторяла, вот тут, когда лежишь в гробу, накрылся крышкой, вот тогда ты, может быть, и не грешишь. А все остальное есть грех. То есть, грех, ну, то есть, женщине, то есть, признак блудницы какой. Она стрижет волосы, она красит волосы, она красит глаза, губы, ногти, там, что еще. Вот. Она наряжается, она хочет нравиться мужчинам, она хочет нравиться себе. Это тоже все блуд и распутство, что там еще. Ну, в общем, даже смотреть в глаза, в лицо человеку, в глаза ему, это признан блудницей. Так что, если женщина смотрит в лицо мужчины, она уже согрешает. А уж как она грешит помыслами, например, разглядывая, там, ну, не знаю, фотографии, рекламу, фильмы, Фильмы, представляясь, ну, допустим, какой-то фильм там с эротической сцены, она уже может каяться в том, что, так сказать, вот, в помыслах согрешила, глазами согрешила, чем там еще согрешила, похотью согрешила. Так что, ну, вот в кои-то веки человек сказал правду. Молодец. И чем больше народу возмутилось, тем, ну, как бы лучше они. Правильно среагировали на эту организацию. Молодцы. Чем чаще они будут вот так вот высказываться, тем меньше иллюзии останется у населения о том, что там какая-то духовность, там кто-то приведет к спасению, как-то там решит их проблемы. Эти организации созданы исключительно для того, чтобы помогать власти властвовать и иметь с этого хорошие доходы. А вот эта вот духовность, это, знаете, как, ну, лопушок на этой самой куче чего-то того, чего плохо пахнет. Плохо пахнет, это, что называется, еще полбеды, да, это не опасно. Ну, даже если вляпался, отмыться можно. А вот, скажем, те нехорошие дела, криминальные, финансовые, прочие, махинации, вот это вот все, вот это гораздо опаснее. Вот, собственно говоря, что я на эту тему думаю. Да, вот правдой ты имеешь в виду, что человек вынес на всеобщее обозрение то, что в церкви, вот, бытует то отношение церкви к людям, к мирянам, да, да и к своим тоже, правильно же? Конечно, конечно. Вот меня очень хорошо поймут в сети, кто хоть раз, ну, принимал участие в богослужениях, ходил на исповедь, там, причащался, исповедовался, и когда он готовился к причастию, есть вот такие толстенные книжки с перечнем грехов. И это не для слабонервных. Сколько я оттуда узнала, чего вообще бывает в жизни. Ну, раз там эти грехи перечислены, соответственно, это считается грехом. Так, ну, вот я уже перечисляла, тут все является грехом. Я уж не говорю про ношение женщиной, брюк, коротких юбок, вообще какой-то модной одежды, вот этого вот всего. А тут очень забавный такой момент, потому что грешно вообще-то там носить мужскую одежду, это называется. Что женщины надевают мужскую одежду. Хотя, если там разбираться, то что считается мужской одеждой? Например, в апостольские времена как раз мужской одеждой считались вот эти длинные балахоны. Извините, брюк они тогда не носили. А вот женщины в той традиции, наоборот, у них там были какие-то штанишки чисто из гигиенических соображений. Вот, потом очень забавно, например, что считается мужской и женской одеждой. Она зачастую одинаковая такая, у них это, да, куртки, там, пальто и так далее. И разница у этой одежды только в запахе, вот, на одну сторону или на другую. Вы наверняка знаете, что там и рубашки, и брюки, и пальто, и любая верхняя одежда, вот у нее пукавицы или на одну сторону, и на другую, или на другую. Вот это женская, как бы, застежка, а вот это такая вот мужская застежка. Так вот, скажу вам, для тех, кто не знает. Одежда священников и монахов, подрясник и ряса, вот это вот такие, как бы, халаты, которые запахиваются, да? Мужская православная одежда, вот эти самые подрясники и ряса, облачения, застегиваются на женскую сторону, а вовсе даже не на мужскую. Поэтому вот очень странно все. И вообще все относительно. Вот так вот. Ну и вообще, одежда попов, она и выглядит, как, в принципе, это женское платье. Да, так что кто у кого что взял, и кто грешит, это отдельный вопрос для желающих, так сказать, разобраться в вопросе. Мы знаем и по комментариям тоже, что самые агрессивные, самые человеконенавистнические комментарии, они исходят от верующих именно. И тоже самый вот этот поп, которого ты упомянул, очень токсичный человек, с негативным мышлением, ненавидящий людей. Скажи, пожалуйста, вот это норма для церкви или это исключение? К сожалению, это вот та самая обратная сторона веры, изнанка веры. Потому что, ну тут я даже и опять-таки смеяться не буду, потому что это очень сложно. Людей на эту агрессию толкает именно вера. Потому что, ну, мы говорили уже не раз, что со временем, ну вот приходит человек в церковь, такой весь горящий, такой весь сияющий, такой наполненный любовью, желанием быть в любви, познать любовь Божию и так далее, вот это вот все. Потом проходит время, и куда-то что-то с этой его любовью происходит. И как-то все выворачивается наизнанку. Я уже говорила, что это просто молитва круглосуточная. И вот это вот все соблюдение всех правил церковных, бесконечные службы, поклоны, вот эти молитвенные правила, дела веры, дела милосердия, они забирают человека всего полностью, в нем ничего не остается, любовь иссякает, он истощается, и отсюда такая агрессия. Отсюда такая агрессия. То есть церковная жизнь невротизирует людей. Конечно, конечно. И стресс, это постоянный стресс. Все, что ты перечислила, противоречит, в принципе, и человеческой природе, и биоритмам, и элементарному комфорту жизни. И комфорту жизни. И потом, действительно, ты сказал про биоритмы. Вот это то, с чем человек сталкивается прежде всего. Если он просто так вот жил себе мирской жизнью, вдруг при каких-то обстоятельствах попал в церковь, стал прихожанин. Я сейчас не говорю про монастырь, я сейчас говорю просто про обычных прихожан. То есть, ну как, нас с детства приучали проснуться, прежде чем куда-то выходить, ты завтракаешь, пьешь чай и идешь. И тогда у тебя появляются силы, и тогда ты как-то до обеда доживаешь. Тут наоборот, ты должен идти в церковь натощак, а бедные священники, они каждую службу служат натощак. И попадают за стол в лучшем случае, если они все отслужили, все это службу там, все требы исполнили, обвенчали, покрестили, молебен, панихиды, вот это вот все. Они попадают за стол в лучшем случае, ну, когда уже нормальные люди обедают. То есть в час, два, в три часа дня. Зависит от того, насколько у них там напряженная служба и сколько у них там обязанностей было. Сколько требований подали. И вот понимаете, что такое взрослому мужчине попасть за стол первый раз вот в такое время. А если служит он часто. И если он служит где-то, например, в столичном храме, где много, ну, ладно, столичное убираем, там много священников. Мы берем, допустим, ну, какой-то вот небольшой городок, где церковь одна, народу много и требований много, а он один. И вот это вот все, и вот это все годами. И я уж не говорю про молитвенное правило и все остальное, причастие, причащение, там, требы соборования умирающих. Это очень все непросто. Это вот, понимаете, это, я в жизни своей не видела столько гробов и покойников, как вот во время моей церковной жизни. Когда вот просто каждый день панихиды, ты стоишь там вот у этого гроба, ты вот это вот все, или на кладбище там тебя пригласили, или там вот. Это не сплошные какие-то покойники, но я даже не знаю, с чем это сравнить. Тут какой-то такой поток жизни, в котором, ну, это как песчинка, твоя индивидуальность растворяется, а потом вот ты говоришь про невротизацию. Вот чего стоит качественно, чистосердечно покаяться, если ты причащаешься часто? То есть вот эти толстенные сборники грехов, о которых я говорила, и каждый раз в себе нужно найти все новые и новые грехи. И даже о старых, ну, хорошо, я каждый день что-нибудь там, кого-нибудь, например, в помыслах осуждаю, все, но вот в этом же надо раскаяться, причащаешься, это часто. И вот это из себя надо вытащить, со слезами покаяться. Ну, представляете, что с человеком происходит за пять лет, за десять лет, за пятнадцать лет вот такой развеселой жизни. Что от него остается? И там остается только усталость, и вот, ну, вот это оцепенение, вот это вот депрессия, вот это вот все, которое выливается, в том числе и вот в такую вот агрессию. Ну, их, вот правда, ну, только пожалеть можно. Этих бедных людей. Ради идей. Я понимаю войну, я понимаю какие-то бедствия, я понимаю какие-то сложные ситуации в жизни страны, или вот человек вот это все переживает, а тут он сам на себя добровольно это накладывает. Что еще печальнее. Если, допустим, священники за это хоть, ну, какие-то деньги имеют, это профессия, да, то прихожанам-то это наоборот, это только расходы, это вот та самая десятина, про которую мы говорили, то самое время потраченное, вместо того, чтобы заниматься своей семьей, заниматься своим здоровьем, гулять, отдыхать, смотреть фильмы, слушать музыку. Он вместо этого, значит, стоит на службе, молится и так далее, в выходные, когда весь мир отдыхает. А потом ему нужно идти на работу. И где, когда ему восстанавливаться. Вот это все, если собрать в кучу, я уж не говорю о особо сложной судьбе женщин в этом деле, которые еще раз в месяц абсолютно бесправно, неприкасаемы, они грязные, они не могут ни к чему прикоснуться, при этом обязаны быть на службе. Вот это вот все, о чем мы говорили, так сказать, вот эти самые грязные темы. Неравноправие женщин, ее унижение, что она существо второго сорта, что она вот это вот. Вот, ну, как бы, посмотрите, в церкви это процветает. Это не то, что процветает, это в основе вероучения находится. О чем тогда вообще говорить? Это отдельная невротизация священников, мужчин, это одно. Другое дело, невротизация прихожан, женщин, детей. И вот это вот все накручивается, 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 накручивается. И в конце концов выливается вот в такие высказывания, ну что, по крайней мере, стороннему наблюдателю это очевидно становится. Так что вот, как и есть. Да, ты очень хорошо все это описала, рассказала. Действительно, мы видим, что вот эти люди, священники, так называемые, ну, попы, да, истязают и себя, и морально, и физически, и других, и прихожан, и монахи тем же занимаются. И это, и становятся потом они эмоциональными наркоманами, и такой негатив, и вот потом вся страна, благодаря СМИ, масс-медиа, которые тоже там, идиоты, все это транслируют, живет вот в этом вот творимом аду. Вот, вот этот ад церковный транслируется на всю страну. Вот, поэтому, ребята, конечно, ни о каком психическом здоровье там лечи не идет. Я очень рад, Валя, за тебя, что ты вырвалась из этого дурдома, из этой православной психушки. И сейчас ты можешь быть собой, принять себя, наслаждаться жизнью, радоваться, заниматься любимым делом, отдыхать, вот, есть что хочешь и когда хочешь, высыпаться. И спасибо тебе огромное за твой рассказ, за твою активную жизненную позицию. И нам пишут люди очень...